Привет, это Toaster. Здесь много интересного о домашней технике, потому что у нас реальные обзоры и тесты. В этом видео битва беспроводных моющих пылесосов, популярных в этом товарном сегменте брендов Bissell и Xiaomi. Вопреки расхожему мнению, что Xiaomi это недорого и сердито, эти модели на момент съемки стоили на Яндекс.Маркете примерно одинаково. Но, сами понимаете, сейчас все быстро меняется, так что, если есть интерес к технике из видео, проходим по ссылкам и смотрим, что и как с ценами. Ссылки все внизу, в подписи. Рассказываю сначала главное об этих моющих пылесосах, одновременно сравнивая их по основным, ну, таким рабочим параметрам. А потом протестируем их и сделаем выводы. Кто победит, ну, узнаете, если досмотрите. Поехали! Да, мы много рассказываем о бытовой технике. Это наша работа. Но вот вы посмотрели обзор или тест и решили что-то купить. Где это сделать? Я покупаю и советую вам это делать на Алиэкспресс. Ну, реально. Причем все можно сделать просто со смартфона или планшета через мобильное приложение Алиэкспресс. Скачивайте его в Play Market или Web Store и дальше тоже легко. Прямо в приложении есть онлайн-магазины мировых брендов LG, Bosch, Whirlpool, DeLonghi, Polaris, Redmond, Starwind и других. А еще тут же можно выбрать технику из технопарка, холодильник.ру и других крупных сетевых магазинов. Выбор реально большой. Малая и крупная бытовая техника, что называется, в ассортименте. Не нужно долго серфить по сети. Все в одном месте. И при этом заказывается и оформляется, ну, максимально быстро. Например, нужен вам холодильник. Заходите в карточку товара. Здесь, кстати, можно посмотреть основные характеристики техники и почитать отзывы о ней, что бывает полезно. И дальше, ну, просто кладете товар в корзину и выбираете что-нибудь еще. Или сразу жмете купить и быстро оформляете заказ. Доставка, ну, она, разумеется, есть. В ближайшую возможную дату вам все привозят. Если по Москве, в среднем за два дня. А если подальше, ну, около недели. И все у вас. На мой взгляд, главное достоинство покупок на Алиэкспресс – это реально огромный выбор. Ну, это уже общепризнанный факт. Отличные предложения по ценам, скидки часто, простое и быстрое оформление и доставка. И знаете что? Пожалуй, я скажу это. Бытовая техника на Алиэкспресс – тостер рекомендует. Бесель. Его производитель позиционирует как такой универсальный пылесос для разных покрытий. Деревянный пол можно им убирать, ну, то есть паркет, например. И вообще твердый пол, без ограничений получается, да? Плюс еще ковровые покрытия, если ворс до двух сантиметров. А это не так уж мало, кстати. Плюс еще отдельной строкой на сайте дано, что он подходит для уборки шерсти животных. Ну, отлично, мы это проверим в этом видео. Xiaomi. Ну, вот так всегда с Xiaomi информация находится по ним как-то труднее. Есть информация, что он предназначен только для твердого пола. Покрытия любые, да, но именно твердые, не ковровые. С другой стороны, есть и некоторый опыт, некоторая информация, если покопаться в сети, что им убирали и невысокий ворс. Мы в нашем тесте попробуем это сделать. И Xiaomi попробуем на твердом полу и на ковре. Посмотрим, что и как. Ну, и вот эта неразбериха и отсутствие нормальной информации, это вообще не супер, на мой взгляд. 25 минут работает при полном заряде аккумулятора, без цель и до 36 с Xiaomi. Xiaomi, по информации ребят из Xiaomi, способен обработать за раз до 200 квадратных метров. Ну, это, знаете, написать можно все, что угодно, а реальность зависит от конкретной ситуации. Если я все правильно понял, листа и инструкцию пылесоса Bissell, они за такими вот мегаплощадями не гонятся. На одной полной заправке бака для чистой воды до 55 квадратных метров. Ну, вот это, на мой взгляд, так, без отрыва от реальности получается. Ну, и давайте сразу, раз уж мы заговорили про объем бака для чистой воды, у Bissell чуть больше 800 миллилитров он, а у Xiaomi 900 миллилитров. Но объем это не очень отличается, да? При этом площадь уборки отличается значительно. Возможно, это благодаря технологии автоматического изменения мощности, которая есть у Xiaomi. Да, пылесос Xiaomi благодаря датчику пыли, скажем так, понимает, насколько загрязнен пол, который он убирает и сам регулирует мощность. При этом вокруг дисплея есть световая индикация, которая показывает, насколько много или мало пыли сейчас на полу. Ну, это такая явная отсылка в сторону последнего Dyson V15. Посмотрите, у нас есть обзор и тест этой модели, ссылка в подписи к видео. Ну, а если подумать вот не о дискотеке вот этой вот, да, о том, что реально полезно, то вот эти игры с мощностью, ну, это действительно, да, может экономить заряд аккумулятора и где-то добавить время работы. У Bissell ничего такого нет. У обоих пылесосов управление на ручке, и, на мой взгляд, у Xiaomi ручка эта менее удобная. Мне удобнее держать Bissell, чем Xiaomi с его этой странной D-образной ручкой. Такой, которая, кстати, ну, довольно скользкая, тогда как у Bissell тут классический подход. И еще такой материал, он на ручке, ну, вот, чтобы не выскальзывала она из рук. Режим работы. Их по два у того и другого пылесоса. У Xiaomi это авторежим и режим с максимальной мощностью для сбора жидкости с пола. А у Bissell режим для уборки твердого пола или ковровых покрытий. Плюс в нижней части ручки регулятор подачи воды. И мне кажется, это удобно, когда юзер все же этот момент сам контролирует. Автоматика — это прекрасно. Космические корабли пороздят и все такое. Но нужно всегда и ручное управление. У Xiaomi нельзя регулировать подачу воды. Ну, и еще пара слов о дисплее. Он же тоже элемент управления, такой визуализации управления, если хотите. У Xiaomi, конечно, он выглядит гораздо круче. У Bissell как такового дисплея, собственно, и нет. Есть несколько световых индикаторов на корпусе, зарядки, там, выбранного режима. У Xiaomi дисплей вроде бы информативный, потому что тут еще, ну, отображаются засоры, если есть некоторые другие полезные моменты. Опять же, индикация количества пыли на полу световая. Он, конечно, круче выглядит так модненько. Но с другой стороны, напишите в комментариях, нужен ли вам у пылесоса вот такой вот распрекрасный дисплей, как здесь. Мне кажется, он даже немного отвлекает от уборки. Если в Xiaomi налить воды по максимуму, то его вес будет почти 6 килограмм. Но без малого. Без воды он весит почти 5. Честно говоря, для современного беспроводного пылесоса, даже моющего, это многовато. К тому же, основная щетка здесь с поворотом на 45 градусов, ну, это не самый лучший показатель. И вкупе с его весом и с некоторой громоздкостью может затруднить использование, например, в помещении, где много мебели и не очень просторно. Видимо, немного исправить ситуацию призвано то, что Xiaomi как бы ведет за собой пользователя. Вот ты его держишь, а он увлекает тебя вперед. С одной стороны, неплохо, вроде как довольно легко так ты с ним едешь вперед. Но вообще, чтобы оттереть загрязнение посложнее, ну, если вдруг нужно, надо бы его тянуть обратно. А это уже не очень приятно и не так уж легко. Ну и, честно говоря, я тут вернусь к теме контроля пользователем пылесоса. Опять же, не всем будет удобно то, что пылесос прямо так тащит за собой. Напишите, кстати, в комментариях, как вам такое решение. Ну, я думаю, что у кого-то есть или эта модель, или те, где реализованы похожие технологии. У Bissell все по классике, без псевдоавтопилота. Вы им сами управляете куда нужно, туда и направляете, и не стараетесь успеть за ним. Что касается веса, ну, он тоже не пушинка, тоже около 5 килограммов без воды. И я не могу отнести и его к лидерам в смысле маневренности. Тоже не все и не всегда удобно в этом плане, но из-за того, что он тебя никуда вперед не тянет, с ним мне как-то понятнее, что ли. Наверное, я ретроград. Ужас-ужас. Фильтры. Давайте еще о них поговорим. В целом тут как? Так, сначала основной мусор, вот крупный такой, и крупная пыль, и всякое прочее, задерживается водой и остается в контейнере для мусора и грязной воды. А то, что прорывается дальше, попадает на предварительную вот эту вот сетку. Она есть у обеих моделей. И дальше выходной фильтр. Это нетканное волокно здесь в обоих фильтрах. И, в принципе, это HEPA-технология. Мы проверили, как все это работает с помощью лазерного датчика мельчайшей пыли. И получилось, что вот именно в нашей ситуации особой разницы в качестве фильтрации воздуха между Xiaomi и Bissell нет. Оба справляются. Но, во всяком случае, воздух на выходе ощутимо чище, чем тот, который заходит в пылесос. Убираем, наконец. Мы решили устроить этим пылесосом проверку домашними животными. Мусор у нас связан с этой темой. Собачья шерсть, сухой и влажный кошачий корм и наполнитель для туалета. Плюс еще проверим качество сбора жидкости с пола. Начнем с ковра, с коротким ворсом, а потом будет твердый пол. Сначала будем убирать с помощью Bissell. Да, здесь выбираю режим с ковром, да, для ковровых покрытий. Собственно, эх, слышите, ну такой не очень приятный у него звук работы, шум, да. Но смысл в том, что мы убираем ковровое покрытие, а Bissell, в общем-то, рассчитан на уборку ковровых покрытий с ворсом до двух сантиметров. Так у нас и есть примерно шерсть, корм кошачий и вот тоже туалет кошачий. Ну, в принципе, смотрите, у меня каких-то глобальных проблем нет. При этом здесь это получается сухая уборка, потому что я не нажимаю на кнопку подачи воды, да. То есть это важный момент на самом деле, и совсем скоро поймете почему, когда мы начнем убирать с помощью Xiaomi. Вот, ну вот, я не скажу, что мне очень удобно. Он тяжеловат, тяжеловат, но он справляется. Справляется с уборкой. И, конечно, это не та история, чтобы вычесывать там шерсть-мусор из высокого ворса. Но вот с таким ковром, с обычным, в принципе, глобальных проблем нет. И шерсть он собрал, и, в общем, весь остальной довольно разнородный мусор. Но звук, конечно, ужасающий. Ребятам из Bissell нужно что-то с этим делать. Дальше с Xiaomi тоже убираем ковровое покрытие, для которого он, в принципе, вроде бы как и не предназначен, да. И включаем. Ну, собственно, да, смотри, что здесь получается. Он убирать-то убирает и работает, как вы слышите, значительно тише, чем Bissell. Звук, в общем, достаточно приятный. Я работаю в авторежиме сейчас, да. Дело в том, что здесь нет контроля подачи воды. Она всегда подается туда вниз, к щетке. А для ковровых покрытий это, ну, не самая лучшая история, потому что они будут увлажняться. И, в общем, что там только не может развиться, когда влажный ковер может не просохнуть, нормальный и так далее. Вот это нужно учитывать. И, в принципе, конечно, это не совсем, наверное, для ковровых покрытий пылесос. Хотя, как моющий, может быть, с другой стороны. Смотрите, что происходит здесь. Пылесос действительно меняет мощность, исходя из того, насколько загрязнен пол. Вот здесь уже нет грязи практически, да. И зеленая окантовка означает, собственно, что ее нет. Дальше мы переходим вот сюда. Сейчас он подумает немножко. Вот, и все, уже меняется цвет, уже оранжевый. И повышается мощность. Да, таким образом, пылесос сам вот контролирует этот процесс уборки. И таким образом, в некоторой степени, экономится заряд аккумулятора. Ну, не всегда корректно, кстати, работает эта вот история с автоконтролем мощности. Вот совсем, да, максимальная мощность, красный уровень. Пылесос считает, что очень грязно. Хотя там как-то уже не очень грязно. Но в целом это все работает, да, с какими-то небольшими огрехами, но работает. Я, честно говоря, думал, что он немножко будет разбрасывать мусор, потому что у него здесь выпуск воздуха. А, видите, уезжает от меня. Выпуск воздуха вот здесь снизу. И будет разбрасывать мусор. Но наш мусор не разбрасывал. А если какой-то мусор, может быть, полегче, то такое вполне возможно. Убрал он все тоже, но при этом еще и намочил немного, да, так увлажнился ковер. Так что вот это все нужно учитывать при использовании этого пылесоса. Ну, а в целом за качество уборки тоже отлично, тоже все нормально. Так, дальше эксперименты с твердым полом. Ну, вот представьте, что ваша мурка, значит, полила молоко. Вот миску с молоком, и мы тут сейчас за ней уберем. Этот звук, конечно. Я здесь даже тоже не включаю подачу воды, потому что, ну, мне кажется, что на этом этапе она не нужна. Здесь главное важно собрать. Ну, хотя протереть пол тоже можно от молока. Можно и включить воду. Когда вода включается, здесь загорается подсветка. Вот здесь на щетке, да, то есть вы всегда видите, что вы делаете, да, что вот вы нажимаете, значит, у вас подсветка горит, значит, вода поступает. Ну, в принципе, проблем нет здесь, да, со сбором жидкости. Воду можно иногда подавать, чтобы смывать молоко со щетки в том числе. Ну, и напоследок уже вот можно протереть пол непосредственно с водой. Здесь, конечно, еще можно наливать моющее средство, оно есть в комплекте у обоих пылесосов, да, и тогда уже будет такая, ну, вот влажная уборка пола с моющим средством, да. Мы сейчас не используем. Но, мне кажется, все отлично. Со сбором жидкости справился. Если бы еще так вот громко не работало, было бы совсем окей. Смотрим, что дальше с Xiaomi. Здесь как раз у Xiaomi есть отдельный режим сбора жидкости с пола. Я, собственно, его и включаю. Ну, то есть, мощность здесь выше. Вот, кстати, работает система автоконтроля мощности тоже, да, то есть пылесос распознает, что что-то он там убирает, какое-то молоко кто-то пролил. Поэтому мощность, ну, тоже она вот то выше, то ниже здесь. То есть, получается, что в этом режиме тоже эта система работает. Я сначала думал, что это просто максимальная мощность. Нет, здесь вот тоже все работает. Взбивает в пену молоко, так, немножко. Да, есть такой момент. В принципе, тоже все нормально работает, да, тоже все собрал. И, в общем, гораздо тише он это сделал, что, конечно, большой плюс. Ну, еще одно экстремальное довольно испытание. Мы здесь всего практически набросали. Посмотрим, как справится. Когда ваш кот совсем разозлился на вас, и вот такое натворил. Здесь и жидкость, и корм кошачий разный, и наполнитель для туалета. А вот с наполнителем не очень хорошо, потому что он его двигает вперед. Вот так. Приноровиться нужно, в общем, в том, что касается наполнителя. Ну, мы учитываем, что у нас такие экстремальные условия, конечно, такого дома, ну, довольно сложно застать такое дома. Если уж вы совсем чем-то обидели вашего кота, тогда, может быть. Ну, в принципе, смотрите, нормально, разобрался. Разобрались мы со всем даже таким экстремальным загрязнением. Сейчас вот я уже просто смачиваю, так протираю пол. Ну, все нормально. Зачет за этот этап. Так, ну, и Xiaomi последний этап. Экстремальные загрязнения. Ну, в авторежиме работаем. Ну, неплохо на самом деле. Вот здесь нет изначально этой проблемы с тем, что он двигает мокрый корм, влажный. Пока никак ничем не забился нигде, несмотря на то, что мусора много. Ну, даже немножко полегче получилось с ним убрать. Вот эти экстремальные нагрузки, от них избавиться, это все убрать. Немножко полегче, чем с Bissell. Прям чуть-чуть полегче. Ну, все, задачу выполнили. Тут три основных момента. Первый – контейнер с грязной водой. Вот насколько его легко и безопасно вынимать из пылесоса. Ну, чтобы не разлить, например. Насколько все удобно. В целом, ни там, ни там, пролить на себя не прольете. Но все равно это занятие, ну, такое, малоприятное. За это, я да и уверен, многие из вас не любим вот эти девайсы для влажной уборки. К чести Bissell скажу, что тут есть в контейнере сепаратор своего рода, который отделяет крупный мусор от воды. Ну, вот вы видели сейчас фрагменты из маркетингового видео. А мы просто то ли куда-то потеряли эту штуку, то ли не комплект какой-то. Но это вообще делает очистку удобнее. Наличие вот такой сепарации. Второй момент – автоочистка. Это такой мастхев для подобных пылесосов. Он у большинства из них есть. И наши герои не исключение. Смысл в том, что промывается щетка чистой водой и водный контур тоже. Но нужно понимать, что если вы, ну, совсем прямо какую-то супергрязь убирали, без ручной очистки, скорее всего, не обойтись. И она в любом случае будет не очень приятной. И тут как раз третий момент. Легко должна выниматься вот эта щетка. Тут у обоих более-менее окей все. Обратите внимание, кстати, у Bissell щетка не однородная, а с такими вкраплениями жесткой щетины. Это должно увеличивать эффективность на разных покрытиях. Больше универсальности. У Xiaomi щетка однородная, зато их две в комплекте, что круто. Фильтров вот этих, которые на выходе стоят, кстати, тоже два у Xiaomi. В кои-то веки китайцы не пожадничали, а пожадничали тут американцы. Bissell – американский бренд, но, конечно, сборка китайская у них тоже. Финализируем. Я скажу так, я бы не взял ни тот, ни другой пылесос. Потому что я ленивый, мне неохота мыть их после каждой уборки. У меня, например, дома везде ламинат, и мне бы как раз самое но вот какое-то из этих пылесосов. Но нет, я обхожусь обычным для сухой уборки и иногда просто делаю влажную сам. Как не лень. Но это я. А если именно об этих пылесосах, то сложно. Если бы Xiaomi стоил заметно дешевле, как многие из нас привыкли, да, зачем мне Dyson, я возьму Xiaomi? Тогда я бы отдал победу ему. Но в нашем случае разница в цене небольшая. Вот мне кажется, тут ничья. Они оба не очень маневренные. Ручка управления показалась мне у Bissell удобнее. Но у Xiaomi при этом есть информативный дисплей. Нужен он или нет пылесосу, это отдельный вопрос, пишите в комментариях. И автоконтроль мощности, который экономит заряд аккумулятора. И комплектация у него побогаче. Ну ладно, может быть Xiaomi, будучи моделью поновее чуть и перевешивает немного, чуть лучше он. Окей. Но вообще давайте в комментариях решим, что и как. Пишите, кому бы вы отдали победу, какой пылесос купили бы. Это тостер. Мы не делаем из домашней техники сенсацию. Мы просто рассказываем, как она реально работает. Кстати, в нашем плейлисте «Пылесосы» есть и другие видео. Именно о моющих пылесосах, большие групповые тесты. Так что заходите и смотрите. Ссылки поставим в подписи к видео. Лайк, шер и до новых обзоров и тестов.